Привет! К нам на студию пришло устройство, производитель которого прославлен на весь мир своими картами и навигаторами. Только вот в этот раз это видеорегистратор с названием Navitel R600 GPS. И данный видеорегистратор помимо того, что обещает снимать видео, обещает еще и ловить всякие камеры, которые отмечены на картах. Ну, например, типа стрелки. Ну и в сегодняшнем ролике мы посмотрим, что нам положили в коробку, взглянем на его технические характеристики и отправимся в бой прямо в суровые дорожные условия. Поднимая крышку, мы сразу можем лицезреть перед собой чистящую салфетку из микрофибры, сам регистратор и крепление на лобовое стекло, в котором, скорее всего, и расположился GPS-датчик. Держится, кстати, все это дело на довольно добротном двустороннем скотче. После теста еле отодрали от лобового стекла. Углубившись в коробочные недры, можно найти кабель с мини-USB на USB Type-A, пару дополнительных креплений в виде скотча, автомобильное зарядное устройство, кстати, с довольно внушительным по размерам кабелем, а также гарантийный талон, руководство пользователя и подарочный ваучер с лицензионным ключом на премиум-версию навителовского навигатора. Теперь, что касается самого устройства. Описывать, где и какие кнопки расположились, думаю, не стоит. Если вы надумаете приобрести этот регистратор, то уж с этим явно разберетесь. Поэтому сразу перейдем к характеристикам. Камера данного регистратора захватывает 170 градусов, имеет стеклянные линзы и сенсор от Sony. Записывать видео она может в формате Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Длительность ролика можно выставить самому. Это может быть 1, 3 или 5 минут. Также есть функция циклической записи и защиты от перезаписи, чтобы не затереть ничего важного. Наличие датчика удара и имеющийся встроенный аккумулятор на 180 мАч в тандеме позволяют оставлять небольшой регистратор в машине, чтобы тот смог запечатлеть неприятные ситуации на парковке. Перед тем, как отправиться в боевые условия наших российских дорог, стоит обновить прошивку регистратора. Делается это довольно просто. Достаточно перейти на сайт производителя, затем выбрать пункт обновления видеорегистратора, уточнить в списке свою модель и вписать серийный номер устройства, ну а затем скачать актуальную прошивку и закинуть ее на флешку. В общем, если что-то будет непонятно, то там же можно будет посмотреть инструкцию по обновлению. Ну а мы уже обновились и готовы к поездке. Соединяем наш регистратор с креплением, клеим на лобовое, подаем ему питание и отправляемся в путь. Сразу отметим, что изначально, секунд 30, на двухдюймовом дисплее с разрешением в 960 на 240 точек, мы видим картинку, которая будет записываться на карту. Сделано это для того, чтобы мы могли немного подкорректировать положение нашего устройства. Сейчас мы можем наблюдать картинку, записанную в самый разгар рабочего февральского дня. Обратите внимание, что в нижнем левом углу отображена модель нашего регистратора, дата, время, скорость и координаты записи. Но это, конечно же, не самое главное. Намного важнее, насколько отчетливо видны номера других автомобилей. И тут уже каждый из вас сможет сам это оценить, банально нажав на паузу в определенный промежуток времени. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну а теперь давайте посмотрим, какую картинку выдаст нам наш Navitel в темное время суток. Кстати, пока оцениваем качество записи в разных по освещенности улицах, отметим, что максимальный объем флешки, которую можно поставить в регистратор, это 64 гигабайта. Но думаю, этого будет вполне достаточно. Нам же не кино на регистратор снимать. Субтитры создавал DimaTorzok Куда же без отрицательных моментов. Итак, самое первое, что хочется отметить, так это то, что при улавливании какой-нибудь камеры или при банальном превышении скорости на пару километров раздается очень неприятный звук. Поэтому сразу советую убавить громкость в предупреждении устройства, иначе через минут 15-20 у вас появится дикое желание его выкинуть. Второй неприятный момент заключается в том, что предупреждения о стационарных камерах, которые установлены довольно давно, либо просто не срабатывают, либо срабатывают, но когда уже будет поздно принимать какие-либо действия. Так, до камер метров, наверное, 50, может, 80. Регистратор у нас молчит. Вот как раз наделанный пешеходный переход, на нем установлен. О! Так у нас показалось, что впереди камера. Главное, вовремя. А вот и они. Ну что ж, ладно, хоть вообще показал. Уже хорошо. Ну и третий момент, который хотелось бы отметить, так это то, что качество печати серийного номера устройства на глянцевой наклейке, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Хорошо, хоть серийник дублируется на самом регистраторе. Ну и на этом, пожалуй, все. Если вы рассматриваете регистратор к покупке в районе 6 тысяч рублей, то, думаю, стоит к этой модели присмотреться. Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok